Что надо священникам дарить? Я раздаривал людям так вот. Там даже родне... Я себе не могу позволить, потому что у меня нет денег таких. А я раздавал. А то что, грех или не грех? Да не грех, но надо разумно делать, Александр. Почему я должен ему дарить-то? Он его не ценит, не купленное. Он посмотрел картинки и бросил в сторону. Это не годится так. Библиотека — это другое дело. Библиотека. Он из Москвы там прислали, когда три библиотеки опять отослали им туда. Библиотека Ленина стала называться Центральной библиотекой Российской Федерации. А дальше парламентская, историческая. В три библиотеки бесплатно. А сегодня общие вот это будет стоить почти, да почти что, где-то 69 тысяч. Это все бесплатно. Это мы дарим кому? Библиотеки, никому. А такие, которые... Ну, я сказал, кому? Вот человек, который не имеет ничего, больной там, или, ну, недавно освободился. Такой брат. Мы уже все приготовили, полный комплект, бесплатно. А бесплатно это все на мне висит. А кто? Люди помогали где-то. Это вообще во славу Божию все. Это мы сегодня полный комплект, который те тысячи, это там уже не больше сотни осталось. Но иногда вот такие люди появляются. Вот я вижу здесь Антони, вот Эрмолин-то. Как я буду с него что-то просить? А он искренне ищет. И уже все. Ждали, когда появится вот это вчерашнее. Получили кисленого православия. Сейчас заложат, и сразу пошла к нему туда. Почта. Вот. Представь, сколько у него радости, сколько будет у него. Даже ему это для здоровья так как будет. Вот он, голубчик-то. Трампич, можно просто буду высылать действительно на издание книги, и все. Я просто не буду брать книги, а там лучше распорядятся. Правильно же? Не знаю, это сами решите. Уже выкуплено все. Выкуплено. Книги находятся у меня. У меня. Правда, положили мы нынче все-таки в трех местах. В два места еще по 500 экземпляров положили. Там тоже надо думать. Те, которые получили, то они тут не платили. А нам-то готовимся сейчас к изданию вот этой проповеди во свете Святой Библии. Это обойдется очень дорого. Но это надо сделать. Это последние будут. Последние, да, Слово Божие, нет ус. И все. Я призываю вас к этому. Будьте внимательны. Будет время, будут от моря до моря искать Слово Божие. А у нас даже сказать нельзя. Даже вот я сейчас работаю над этим. Там 123 занятия на улице были. Когда еще и храм-то не был построен у нас. 123. Это общее где-то 1300 страниц. Вот я уже перешел через тысячу на сотую. Осталось 300 страниц. Я сразу высылаю Вячеславу. Это все будет издано. Я тут сижу в 3 часа ночи, в 3.30. Я уже за компьютером. В 3.30. Каждую ночь. И день проходит. А там много. Каждую букву надо просмотреть. Еще и корректор одновременно. А кого глядеть? Глаза-то не видят. Я встану и не могу глаза открыть. 16 часов 15 каждый день за компьютером. Я уже говорю об этом, чтобы как-то тронуть человека. Ну вот так. У себя создавайте маленько. В маленькие библиотеки как бы. Отдельно, которые можно считать. Кто-то придет будет. Отдельно для распространения. Один все никак не потянет. Вот такое чудо божье. Вопросов нет. Отхожу.